МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Кто было логично, что люди работают за границей, и в Молдове им не оформляется трудовой стаж. Но эти люди направляют в нашу страну 2 миллиарда долларов денег. И за счет этих денег наша страна живет. Соответственно, они своим трудом за границей и деньгами, которые отправляют в эту страну, способствуют развитию экономики страны. Соответственно, они не могут быть не учтены как граждане, которые приносят какой-то экономический эффект для нашего бюджета и нашей страны. Предложение социал-демократа сводится к следующему. Как это было сделано в свое время и в Югославии. Гражданин, который работает за рубежом, должен направлять домой не менее 500 евро через банковскую систему. В последующем, когда он прекратил свою трудовую деятельность за рубежом, он должен принести в пенсионный фонд выписку из банка о том, что все время, когда он работал за границей, он перечислял сюда деньги. И этот факт должен быть обязателен для того, чтобы весь этот период, когда он перечислял эти деньги, был включен ему в трудовой стаж. Почему? Потому что фактически эти 500 евро, которые он перечисляет, они приходятся на душу населения, или матери, или родителей, или ребенка. То есть получается, что эти деньги получают на территории нашей страны, и дальше их расходуют на территории нашей страны, а государство эти деньги облагает налогами в виде обложения налогами товаров или услуг, которые приобретаются. То есть польза в бюджет проходит с помощью нашего трудового мигранта. Поэтому социал-демократы гарантируют всем трудовым мигрантам, что весь период их труда за рубежом, в случае, если они представят справку о ежемесячном перечислении денег на территорию Молдовы, будет учтен в трудовом стаже. И будет учтен также и в расчете размера высокой пенсии по окончанию трудовой деятельности.